Поэтому мне было очень, очень трудно закончить университетское образование. Мы заплатили небольшую сумму, которая у нас была, за ее регистрацию, а все остальные платежи она делала сама. Поэтому я приняла решение работать на каникулах, чтобы оплатить свое обучение. На каникулах она не возвращалась домой. Она искала себе работу, благодаря которой ей удавалось платить за учебу в течение всего срока обучения в университете. Я присоединилась к студенческой... Итак, я понял, что девочка очень важна для меня. Я не потратил деньги впустую на ее образование, потому что когда-нибудь она будет заботиться обо мне. Я научился оценивать работу Гленнис с точки зрения и жизненного опыта молодой женщины. И я знаю, что ее цель — помогать людям. Мы оба принадлежим к той демографической группе, которая называется «Молодые люди». И я ценю тот факт, что работа ее организации несколько выходит за рамки традиционных методов гражданского общества, сложившихся в Зимбабве. Глядя на свою дочь, я понимаю, что такое изменение судьбы возможно и для других женщин. И с Божьим благословением они могут продолжить работу по образованию других женщин, таких как, например, ее мать, которая заботится о ней. Она помнит о своих корнях и помогает нам и другим людям. Я ценю ее за доброту сердца. Для общества важно понимать, что когда оно инвестирует в развитие молодой женщины, оно инвестирует в развитие своих общин и, соответственно, нации в целом. Она показала мне, что внутри ее сердца жило стремление, которое никто не мог тогда рассмотреть. Мне хотелось бы, чтобы люди относились и к мальчикам, и к девочкам просто как к детям. Дети хотят, чтобы к ним относились одинаково. Нет никого, кто был бы никем.